Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги вам расскажем. Житель поселка Актау, который стал инвалидом, не может добиться компенсации от бывшего работодателя. Городской Маслихат опровергает слухи о повышении тарифа на проезд. Свой профессиональный праздник отмечают казахстанские спасатели. Житель поселка Актау, который из-за несчастного случая на работе стал инвалидом, не может добиться компенсации от бывшего работодателя. Молодой человек требует от компании 5 миллионов тенге. Сейчас у пострадавшего нет денег, чтобы сделать необходимые операции. Сюжет Динары Сартаевой. Хочу. Жить хочу. Ерлану Берекбол 22 года. Он инвалид и теперь никогда не сможет иметь своих детей. Не проработав и месяцев подрядной организации в Балхаше, молодой человек вернулся домой калекой. Несчастный случай произошел год назад на производстве корпорации «Казахмыс». На голову Ерлана упала труба. Родные пострадавшего говорят, что тогда руководство подрядчика поручило ему выполнять чужие обязанности. За это время даже никто не приехал, не спросил, как у него дела, как здоровье. Вот такое у нас положение. Поэтому обратилась на телевидение. Пусть знают, кто кому как помогает. Мой сын уже год как мучается. Нужно делать операцию, а денег на это нет. Он сильно изменился, стал замкнутым. Ни с кем не разговаривает. Около сердца и лёгкого образовались гематомы. Сильные боли не дают уснуть. Начались проблемы с мочевым пузырём. Недавно молодой человек перенёс тяжёлую урологическую операцию в Астане. Операция прошла успешно, однако, по словам самого Ерлана, ожидаемого результата нет. Сейчас ему требуется повторное лечение. Никакого помощи нет. Только мама моя есть. Что-то принесёт, спирт, обработать даже. Нету ничего тут. Ни повязки нету, ничего нету тут. Просто открыть-то футболку вот этот. А там уже заражение, пойти что-то. Ну, нету ничего. Где я возьму, сейчас пойду. Состояние парня требует постоянного внимания со стороны медиков. Однако, сделать элементарные перевязки врачи отказываются. Всё дело в том, что договор между медицинскими учреждениями АКТАУ и Тимиртау просрочены. Заливаю. И с этого я промываю. Канал промываю. Ночью не сплю, чтобы промыть, чтобы не забилось. Тем временем родственники Ерлана подали в суд на организацию «Самвид Нурстрой». Требуют подрядчика выплаты единовременной компенсации в размере 5 миллионов тенге. Эти деньги, по словам родных, потерпевшего должны покрыть материальный и моральный вред. Первый суд уже прошёл. Однако, не в пользу Ерлана Берегбол. Позвали на работу. Прикласили. Работу. Что говорили мне делать? Я делал. Указывали. Вот это сделаю. Режь. Железки резал. Прораб. Прораб он за людьми смотрел. Кому варушки давал, кому это. А сейчас никто не приходит. На мою маму говорят. Иди куда хочешь. Кому хочешь. Жалуйся, ничего не получится. Сам директор компании, в которой работал Ерлан, комментировать что-либо на камеру отказался. Со слов управляющего подрядной организации, их бывший сотрудник ежемесячно получает от компании денежную компенсацию в размере 85 тысяч тенге. Однако родственники требуют единовременную выплату 5 миллионов. Со слов директора, выплатить такую сумму он не может, поскольку в организации таких денег попросту нет. Чем закончится разбирательство между работодателем и бывшим сотрудником, покажет время. Динара Сартаева, Габинен Курышпеков, Асхат Абедулов, Первый Каргандинский. Жестокое убийство в поселке Жаре. На днях четыре местных жителя до смерти забили 24-летнего парня. Среди убийц лучший друг погибшего. Жаре в шоке. Страшная трагедия случилась 14 октября поздно вечером. Тело Алмаса Кобжанова обнаружили в собственном дворе. На парне не было живого места. В больнице он скончался. Убийца задержали. Оказалось, что четверо молодых парней покончили с другом из-за 50 тысяч тенге. Подробности жестокого убийства смотрите в субботу в аналитической программе «Орталык» в 20.30. Привемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Далее все самое интересное. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Найти светлый и красивый бутик – не проблема. Найти просторный офис для бизнеса – не вопрос. Найти большой и надежный склад – нет проблем. Все это здесь, в новом торговом доме «Тумар». Мы предлагаем мясные продукты, рыбу, овощи, фрукты, канцелярские товары, посуду, моющие средства, сувениры и многое другое. И еще у нас большая удобная парковка, домашняя кухня, где можно быстро и недорого перекусить. Торговый дом «Тумар» – это ваш талисман удачи. Мы находимся по адресу улица Молокова, 108. Добро пожаловать во французскую столовую «Биен-Веню». Сюда можно пригласить коллег для делового разговора или просто пообедать. Здесь можно устроить детские праздники или романтическое свидание, банкеты и корпоративы до 50 человек. А главное, «Биен-Веню» – это отличный выбор для тех, кто стремится провести свою свадьбу в непринужденной обстановке в кругу близких людей. Французская столовая «Биен-Веню». Атмосфера Парижа в центре города. Проспект Нуркена-Авдирова, 9. Телефон 909-909. Городской Маслехат опровергает слухи о повышении тарифа на проезд. Пресс-служба разослала официальное разъяснение по этому вопросу. Напомним, что в некоторых СМИ появилась информация, что с 1 ноября в Караганде якобы подорожает цена на проезд. Однако на сегодняшний день единогласного решения Временной комиссии принято не было. Процесс изучения документации продолжается. В пресс-релизе также отметили, что как только рекомендации будут готовы, официально подписаны всеми, без исключения членами совещательного органа, они будут представлены на рассмотрение в Карагандинский городской Маслехат. На совместном заседании постоянных комиссий Маслехата вопрос также будет изучаться и обсуждаться, после чего планируется провести общественные слушания. Только после этого будет назначена сессия Маслехата, где вынесут решение по согласованию тарифа. Затем состоится заседание Кемата города, где будет принято постановление о подтверждении тарифа, которое должно пройти регистрацию в органах юстиции. И по истечении 10 дней после официального опубликования оно вступит в законную силу. 22 октября в Пришахтинске и во всем бывшем Кировском районе отключат холодную воду. Компания Караганды-Су будет производить работы на водоводе номер 5. Здесь установят редукционные клапаны и заменят задвижки. На следующий день, 23 октября, будет проводиться дезинфекция водопроводных сетей Пришахтинска. Во избежание отравлений воду в этот день пить не рекомендуется. Свой профессиональный праздник отмечают спасатели и пожарные. Сегодня застоялось торжественное мероприятие, посвященное этой дате. Лучших из лучших отметили грамотами и наградами. Днем создания спасательных служб в Казахстане считается 18 октября 1995 года. На профессиональном празднике в числе почетных гостей заместитель Акима Карагандинской области Сапаргали Идрисов, ветераны и воспитанники детского дома Кулыншак и детской деревни Кмиртау Сос. Над этими ребятами взяли шефство сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям. Это многолетняя традиция. У этих мужественных людей рыцарская профессия. В истории минувших лет полна в начале примеров мужества и грязи спасателей. Люди, работающие в системе МЧС, битприлучения – самая большая ценность государственной системы чрезвычайного реагирования. Ждя совместной работы нашего большого коллектива – это тысячи спасенных жизней. Ряд сотрудников подразделений МЧС Республики Казахстан ко дню создания служб ЧАЭС были отмечены наградами Акима области. Ценные призы получили победители командных соревнований по футзалу. Победители конкурса рисунков, сочинений и стихотворений тоже не остались без наград. Мы сильны духом и всегда готовы прийти на помощь всем людям. На торжественном праздновании Дня спасателей состоялась премьера музыкального клипа «Нас спасет ЧАЭС». Автор песни Людмила Мельникова была награждена благодарственным письмом до ЧАЭС Карагандинской области. Сегодня в зале присутствуют практически, начиная от ветеранов, заканчивая до молодых специалистов, все, кто имел отношение к работе, направленной на предупреждение ликвидации ЧАЭС. Об этих людях мы обычно вспоминаем в трудные минуты, но они каждый день на посту и готовы ежеминутно прийти на помощь. Сергей Высокозов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Финпол возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела колонии строгого режима АК-159-6. Его подозревают в превышении должностных полномочий. В начале сентября этого года в финансовую полицию обратился один из осужденных колонии с заявлением в отношении начальника отряда по воспитательной работе. Последний подозревается в том, что с конца 2012 года неоднократно требовала заключенного деньги, угрожая при этом дисциплинарным наказанием и избиением. За это время родственники осужденного перечислили на карточку начальника отдела в общей сложности 20 тысяч тенге. По истечении трех месяцев для получения очередной суммы денег начальник отдела указанного исправительного учреждения передает осужденному пластиковую карточку своего племянника. В результате 16 сентября текущего года в отношении сотрудника исправительного учреждения возбуждено уголовное дело по факту превышения служебных полномочий. Изделия прикладного искусства руками заключенных в колонии особого режима АК-159-5 состоялся смотр-конкурс картин осужденных исправительных учреждений области. Этот республиканский конкурс с говорящим названием «Умыт» проходит уже 13-й год. К сегодняшнему мероприятию заключенные готовились целый год. Полная свобода творчества и вот результат. Более 20 картин, расписанные живописью, изделия ручной работы, выдержанные в национальном стиле, точечные и резные сувениры и многое другое. Как можно посмотреть и картины, и поделки, они где-то свой внутренний мир, о сожалению, где-то о сделанном, горечь, о близких, очень много на картинах это видно. Оценивали работы члены Карагандинского союза художников. Мастера кисти отметили тонкую, кропотливую работу участников. Особое внимание уделили изделиям ручной работы. Посмотрели, отметили наиболее профессиональные и лучшие работы, которые здесь представлены. И надо отметить, что довольно-таки уровень неплохой. Конечно, есть довольно-таки слабые работы, но в целом мысовка неплохо смотрится. Победителей на этом конкурсе много. Призы для участников солидные. Поощрительные грамоты, денежные вознаграждения и длительные свидания с близкими. Работы талантливых заключенных отправятся в дома престарелых, детские приюты и интернаты. Амина Смакова, Габиденко Рушпеков, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский. 25-летие отметил сегодня областной музей изобразительного искусства. К своему юбилею музей организовал выставку «Золотая коллекция имен». Подробнее в следующем сюжете. Экспонаты – это одни из лучших работ известных выдающихся художников. Сегодняшнюю выставку можно по праву считать исторической, поскольку многие картины были выполнены руками репрессированных. Коллекция у нас сегодня представлена, она так и называется, «Золотая коллекция имен». То есть, все самое великолепное из фолдов нашего музея представлено сегодня здесь. Ну и, конечно, наверное, даже и не все, потому что места нужно очень много. Но мы можем похвастаться и работами репрессивных художников, мы можем похвастаться наличием в нашей коллекции авторов более 40 народных художников, заслуженных деятелей стран СНГ, Казахстана и зарубежья. Сегодня в музее хранится более 10 тысяч экспонатов. На выставке представлены лучшие картины из фондов и хранилищ музея. На них изображен Казахстан в 40-е годы. Известный искусствовед Наталья Иванина отмечает, сегодня изобразительный музей собрал всю историю страны. Здесь, в общем-то, отобраны те, кто начинал искусство Казахстана. Здесь Костей, первый художник Казахстана, оба Киросмаилов, народные заслуженные. И те, кто делал искусство Казахстана в 30-е, 40-е, 50-е годы. Свой праздник в музее не остался без подарков. Известные деятели города и искусствоведы пришли с презентами. Фонд музея пополнился новыми картинами и сувенирами. После окончания выставки все желающие приняли участие в научной конференции, на которой обсуждались проблемы и перспективы развития музеев Казахстана. Амина Смакова, Габиденко Рушпеков, Асхат Абедулов, Первый Карагандинский. Старинные монеты, предметы быта, ордена и посуда. Горожане пополнили коллекцию историко-краеведческого музея в рамках акции «Дар любимому городу». Продолжит Алина Акбаева. Присоединиться к акциям и внести свой вклад в развитие музея. Акция проходит уже второй раз. Музей пополнился более чем 20-ю ретро-вещами. Здесь и тыквенный ковш, кухонная утварь, старинные сувениры, прялки, самовары, книги и многое другое. Например, эти часы выпущены еще в Советском Союзе в далеком 1967 году. На безвозмездной основе прошловековую вещь музея дала одна из карагандинок. Я дарю эти часы в юбилей нашему городу в дар. Я очень хочу, чтобы наш город Караганда процветал, расцветал и был могучий смех по всему Казахстану. И в память об этом я дарю старинные часы, которые были подарены ветерану Отечественной войны. Вот, раритетные, это уже раритетные, самолам. Спасибо. Принести в дар музея старинные вещи, а также посмотреть на экспонаты можно будет еще раз. Акция продолжится 25 октября. Кроме того, ни одна вещь не останется без имяны. Сотрудники музея создадут специальные карточки с описанием предмета и дарителя. В течение акции собранные экспонаты будут представлены на выставке, которая откроется к 80-ю города 10 февраля. И вот в этом выставочном зале будут названы все имена, дарители, фамилии имена, отчество названы. И расскажем об истории каждого предмета. Алина Акбаева, Карат Ршитов, Хасхат Абидулов, Первый Карагандинский. В Казахстане кроме традиционных религий существует еще более трех тысяч только зарегистрированных у обществ верующих. Экстремизм, терроризм, радикализм в нашей стране. Эти вопросы рассматривались на встрече студентов в КарГТУ с общественниками, сотрудниками КНБ и ветеранами. Все подробности у Сергея Высокосова. Общественный фонд УЛЕС-2020 при поддержке Агентства Республики Казахстан по делам религии не первый раз проводит в Караганде целый комплекс мероприятий по повышению религиозной грамотности. Каким бы прагматичным ни был молодой человек, в душе он остается романтиком. Это присуще юности. Чем и пользуются представители новоявленных религиозных течений. Вернее, одурачивание, запудривание мозгов – это давно опробированная схема. Как вспоминает ветеран КГБ Рахмет Аспанов, в 60-х годах прошлого века, в период Холодной войны, бывший Советский Союз был окружен радиостанциями «Свобода слова». Они проливали свет демократии для угнетенных народов Союза. Да, они говорили правду. Но правда и в том, что их истинной деятельностью был подрыв государственности изнутри. Сегодня ситуация может повториться, но уже на религиозном фоне. Тысячелетиями человечество учится жить по заповедям, которых придерживаются традиционной религии. Их 10, их все знают, но не все их выполняют. Новоявленные мессии тут как тут. Самое страшное – они дают автомат в руки. А опустошив человека и морально, и физически, они выбрасывают его и забывают. А интересы, которые скрываются за якобы благими и чистыми помыслами, всегда одни. Корысть, власть, политические и экономические амбиции группы людей. Это надо понимать четко. Особенно молодым людям. Такие встречи нужны. Ведь лучше предотвратить болезнь, чем ее потом лечить. Конечно же, по моему глубокому убеждению, эти встречи важны больше в качестве профилактики, а не лечения. Лечить людей, которые уже заражены болезнью, все-таки нужно немного другими методами. А для аудитории, которая еще не столкнулась с этими проблемами лично, это послужит хорошей прививкой на будущее. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. На этом у меня все. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Звоните, делитесь интересной информацией. Я желаю вам приятных выходных. Всего доброго. Аман Саугонсда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова